Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 апреля. Житие преподобного отца нашего Никиты Исповедника. Преподобный Никита происходил из Кесарии Вифинской, от благочестивых родителей. Отец его по имени Филарец, лишившись супруги, отошедшей Господу в восьмой день от рождения сына Никиты, подкрикся в иночество. Отрак же был воспитан матерью отца, еще находившись тогда в живых. Достигнув сознательного возраста и получив книжное обучение, преподобный Никита отдал себя на служение Богу. Сначала он проходил в церкви панамарское служение, упражняясь в чтении божественных книг. Потом он удалился к некоему отшельнику Стефану, мужу добродетельному. Получив от него достаточное наставление, преподобный Никита по его совету отправился затем в монастырь Медийкийский, основанный преподобным Никифором, который был и игуменом в нем. Панамари или иноте, парамонари, то же, что наши председники. Последняя охота принял Никиту, провидя в нем благодать Божия, и постриг его выноческий чин. Здесь преподобный Никита подвигами поста, смирения, послушания и вообще своей добродетельной жизнью вскоре превзошел всех иноков. Не прошло семи лет со дня поселения его в монастыре. Как по убеждению настоятеля принял он сам пресвитера, который был посвящен святейшим Тарасием, патриархом цареградским. Тогда преподобный Никифор, ввиду своей дряхлости, вручил преподобному Никите, несмотря на его нежелание, управление монастырем вместе со старшинством. И правил преподобный Никита монастырем ко благу вместо отца своего Никифора, бдительно пася словесное стадо и умножая его примером своей добродетельной жизни. Многие, слышав о его богоугодном житии, отвергались мира, приходили в обитель, ища наставление преподобного Никиты на путь спасения, и оставались в ней. Благодатью Христовую в течение немногих лет число братьев увеличилось до ста. Здесь был блаженный Афанасий, дивный муж, воистину достойный почитания. Невозможно в кратких словах описать его добродетель и великую любовь к Богу, которую показал он при отречении от мира. Было в нем чему поделиться и самим ангелам. Презирая для Бога этот мир и его похоти, блаженный Афанасий ушел тайно из дома родительского в один монастырь, желая начать иноческие подвиги. Но отец, его узнав о том, с яростью поспешил в этот монастырь, взял сына, которого весьма любил, снял с него монастырское одеяние, присвоенное послушникам, и облег светлые драгоценные одежды, а затем насильно отвел домой. Отче сказал ему отрок, неужели этими дорогими одеждами ты думаешь заставить меня переменить мое намерение, когда мне весь мир ненавистен? Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, одушествуя и повредит? Отец затворил его в отдельной горнице и всячески старался поселить в его душе любовь к миру. Но он, любовью к Богу, побеждая любовь к сыновнею и пристрастие к суетному миру, совлек с себя мирские одежды, в которые был одет, и разорвал их на мелкие части. Увидев это, отец облег его в другие, еще более ценные, ибо был богат, знатен и славен. Отрок поступил и с новыми одеждами, как с первыми. Такой поступок блаженного Афанасия привел отца его в великую ярость. Он немилосердно бил Афанасия ногово, и раны во множестве покрыли тело его. Плеси и хребет от жестоких ударов вначале гноится, так что врачам пришлось лечить его и обрезывать сгнившие части тела. Отрок же говорил, если даже на куски раздробит меня, отец мой, все же не отлучит меня от любви Божией и не отвратит от намерения моего. Тогда отец умилился и после долгого плача сказал Афанасии, иди, чадо мое, в путь добрый, избранный тобою, и да будет тебе Христос помощником и избавителем от всякой сети вражьей. Афанасий возвратился в прежний монастырь, принял на себя полный иноческий чин, и настолько смирился, что в нем нельзя было заметить ни мирского слова, ни обычая, ни пристрастия к приобретению каких-либо предметов. Кроткий и смиренный нрав, тихое и ласковое слово, самое ветхое рубище для прикрытия тела, отвечали Афанасия. Безмерной суровостью было проникнуто житие того, кто получил изнеженное мирское воспитание, как сын богатых родителей. Столь добродетельного мужа, проведшего много лет в трудах иноческих, привлекли в Медикиевский монастырь любовь к преподобному отцу нашему Никите и слава его ангелоподобного жития. И для обоих преподобных, Никифора и Никиты, блаженный Афанасий был желанным собеседником и сожителем. По прошествии некоторого времени Афанасий принял в монастыре по просьбе их должность эконома. Точно одна душа и один разум в двух телах управляли монастырем блаженной Афанасий с преподобным Никитой, наставляя братьей словом и примером на всякую добродетель, на совершенное угождение Богу. Они насаждали в братья любовь, получали смирение, были бдителями, стражами из чистоты душевной и телесной, подкрепляли немощных и малодушных, стоящих утверждали, а падающих постанавливали разнообразными наставлениями и увещаниями. А когда один из них бывал, по-видимому, суровым наставником, другой являлся увещателем самым кротким и милостивым. Оба были любимы всеми, и братья принимали слово их, как исходящее из уст Божиих. Но не до конца жила вместе двоица столь добродетельных наставников. Прошло несколько лет, и преподобный Афанасий в 26-й день октября приставился ко Господу, причем обратился к братьям с таким последним словом «По кончине моей вы вполне удостоверитесь, обрету ли я, хотя сколько-нибудь, благодати у Бога». Когда преподобный Афанасий был погребен, то на гробе его от самых его Персии вырос по повелению Божий Кипарис, писти которого совершенно исцеляли всякие недуги. Потом и преподобный Никифор, создатель и первый игумен Медитийского монастыря, после многих трудов и болезней телесных, отошел ко Господу в 4-й день мая. Так осиротел преподобный Никита, лишившись духовного своего отца, святого Никифора и любимого друга преподобного Афанасия. Немало скорбел он по обеим, ибо весьма любил их. Утешением в скорби служило ему твердое упование, что усопшие получили благодать и блаженную жизнь у владыки Христа, которому угодили добрым служением от юности. По представлению блаженного отца Никифора, вся братья просила преподобного Никиту принять сан и именоваться игуменом. Ибо пока был живых преподобный Никифор, святой Никита не принимал наименование сана игуменского, хотя и управлял вполне монастырем вместо отца своего, святого Никифора, немощного от старости в течение уже многих лет. По усиленным просьбам братья и особенно по убеждениям многих отцов других монастырей, он принял отца и получил благословение святейшего патриарха цареградского Никифора, бывшего преемника Тарасия. К прежним трудам преподобный Никита присоединил новое, когда с помощью Божией стал править монастырем, как игумен, заботясь о спасении зверенных ему душ. Прославляя угодника своего, Бог даровал ему благодать исцелять недуги и изгонять бесов, а знаменовав крестом одного отрока немого от рождения, преподобный Никита возвратил ему дар слова. Инока, помутившегося рассудком, исцелил помазанием святого Елея. Одного из вновь принятых бесноватого молитва избавил от бесовского мучительства, беса же, обернувшегося змеем, отогнал. Другого, также бесноватого, освободил от духа лукавого, и многих, страдавших лихораптою, горячкой и иными различными болезнями, чудесно исцелил в пребывавшей в нем благодатью и Христовую. Так жил он, угождая Богу и достиг старости. Перед концом же жизни своей явил себя доблестным исповедником и претерпел страдания за почитание святых икон. В те времена еще не прекратилась ересь иконоборства, осужденная святыми отцами Седьмого Вселенского Собора. Он происходил в 787 году в Никее. Она как бы обновилась, получив опять помощь от царской власти, от которой и началась. Первым из греческих царей иконоборцев был Лев, третий же, износивших это имя, прозванием Исаврянин. От него ересь иконоборческая получила силу и умножилась как вредная болезнь. Он первый издал повеление отвергать иконы и, пользуясь своей царской власти, многих побудил к неправому мудрованию. Изгнав правоверного патриарха Святого Гермогена, он возвел на престол единомысленного себе еретика Анастасия. По смерти этого злочистивого царя вступил на престол сын его Константин Капроним, еще сильнейший гонитель Церкви Божией. Он не только отвергал святые иконы, но и святых угодников Божиих запретил именовать святыми и мощи их вменял в ничто. Скажем кратко, этот царь являлся христианином только по внешности, а в душе был вполне неверным жидовином. Пречистый Матерь Божия, высший всякого создания, защиты и прибежища всего мира, он окаянно дерзал хулить, отвергая ее пресвятое имя и ее честные иконы. А ходатайстве же ее к Богу, которым весь мир существует, он запретил их вспоминать. На укорение Богоматери он показывал мешок полный золотых монет и спрашивал предстоящих, драгоценен ли этот мешок? Предстоящие отвечали, настолько драгоценен, насколько содержится в нем золото. Высыпав из мешка золото, Капроним снова спрашивал, ценен ли мешок теперь без золота? Ему отвечали, какая же от него польза, когда в нем нет монет? Пустой мешок ничего не стоит. Тогда Капроним говорил, так и Мария, пока имела в очреве своем Христа, да то ли и была достойна почитания, а родив его, лишилась этого почитания и ничем не отличается от прочих жен. О, сквернейший и устай язык нечестивейший! Какую хулу дерзал он возносить на честнейшую всех небесных сил и святейшую всех святых, Матерь Создателя? Разве царица роди царского сына уже не достойна царских почестей? Разве мать царя, только до тех пор почитается, пока носит царя в утробе, горе окаянному хулителю, который ничем не отличается от хулителей жидов богомерзких? И не только хулитель был сам таков, но и других льстивыми обещаниями и грозными запрещениями побуждал к таковому же нечестивому хулению, непокорных же и противящихся ему подвергал различным мукам, моря узами и продолжительным голодом, ужасными ранами, терзая тело, усекая мечом, сожигая огнем, потопляя в глубине морской. Словом, всевозможными способами причинял нестерпимые муки и горькую смерть верным и истинным рабам Христовым. За это и сам страшной смертью изверг окаянную свою душу и при издыхании спустил горестный вопль «Заживо предан я огню неугасимому». И вот кто прежде хулил при чистую Матерь Божию, теперь повелел почитать ее песнопениями, но вполне отвергнутый Божьим милосердием уже не обрел в себе отрады. Когда погиб со срамом этот мучитель, вступил на престол сын его Лев, четвертый износивших это имя, также еретик иконоборец, подобный своему отцу, но и он вскоре умер. После него приняла царство жена его Ирина с малолетним сыном Константином. Она возвратилась в Святой Церкви мир, созвав Седьмой Вселенский Собор для осуждения иконоборческой ереси. Исполнилась радостью вся Церковь Христова, принявши вместе с иконами первоначальное благолепие свое, и увидев на престолах предславных православных царей и архиереев. После Ирины царствовал Никифор, затем Михаил, оба православные. Потом вступил на престол Лев, по прозванию Арменин, пятый износивших это имя. Никифор, первый, 802-811 года, Михаил, первый, 811-813, Лев, пятый арменин, 813-820 года. Подражая прежнему соименному с ним нечестивому льву и саврянину, он подобно ему воздвиг гонения на православных и святых, обновляя и восстановляя таким образом уже осужденную иконоборную ересь. Он искал себе помощников, единомысленных злоучителей, и нашел он нескольких вельмож, из которых самыми приверженными иконоборной ереси были двое, Иоанн, прозванием Спекта, и Ихтифиан. Из лиц священнического сана он привлек на свою сторону Иоанна, прозванием Грамматика, Нового Тертула. Сосуд, избранный дьяволом, и некоего Антония Силея, из иноческого чина Леонтия и Зосиму, который несколько времени спустя был улечен в распутствие, наказан от течениям носа и, постыдно умно расставив по себе худую славу. С ними царь утверждался в зловерии, а они своими советами поощряли его на брань, которую он уже начал воздвигать против церкви. Собрав отовсюду из страны своей, в царьград, архиереев и прочее духовенство, Лев призвал в свою палату святейшего патриарха Никифора со всем освященным собором, желая, что он перед его лицом и в присутствии всех вельмож. Они имели прение с вышеназванными единомышленниками царя и пока еще тайными еретиками. Сначала царь сам повел беседу с православными, притворяясь православным. Он взял с груди икону распятия Христова, которую имел на себе, лицемерно склонил перед ней голову и сказал святым отцам, «Я, со своей стороны, ни в чем не отличаюсь от вас, ибо почитаю святую икону», как сами видите. Но появились другие, которые учат иначе и говорят, что их путь правый. Пусть они явятся здесь перед вами и путем вопросов и ответов да откроется правильное учение об иконах. И если они в споре окажутся более справедливыми, убедив очевидными доводами, что их мнение согласно с истиной, то вам должно не только не противиться доброму делу, но даже способствовать ему. Если же они будут вами побеждены и обличены в заблуждение, то пусть перестанут рассеивать пагубные учения. И тогда, как раньше, пусть останется прежнее учение об иконах. А я буду слушателем и судьей вашего обоюдного прения, ибо если мне подобает судить о меньших вещах, то насколько более должен я заботиться об управлении церковным. Выслушаю вас. Должен выслушать и другую сторону. И на чьей стороне будет, по моему убеждению, правда, то и последую. Но святейший патриарх и с ним все архиереи отнюдь на это не соглашались. Они не желали не только иметь прения с зломудренными еретиками, но даже и видеть их не соглашались, чтобы те явились перед их лицо. Эта ересь уже рассмотрена и осуждена с проклятием святыми отцами Седьмого Вселенского Собора. Нет нужды ее более рассматривать и восстанавливать в церкви то, что вполне ее отвергнуто. Видя, однако, что царь весьма склонен к зловерию и помогает еретикам, святые отцы говорили с ним смело. Святой Емельян епископ Кизический сказал, «Царь, если вопрос, для которого ты призвал нас, рассмотрение о правой вере, вопрос церковный, то подобает обсуждать его по обычаю в святой церкви, а не царской палате». Царь возразил, «Но и я, сын церкви, и выслушаю вас как посредник и примиритель, чтобы, сообразив доводы обеих сторон, узнать самую истину». На это отвечал ему святой Михаил епископ Ценатский. Если ты посредник и примиритель, то почему делаешь не то, что подобает посреднику и примирителю? Собираешь противящийся учению церкви, держишь в своей палате, даешь им смелость безбоязненно всех поучать, чтобы держали за частивых догматов. А православные, страшаясь твоих грозных запрещений, даже в углах не смеют говорить что-либо в защиту православия. Это знак не посредничества и примирения, а гонения и мучительства. Я со своей стороны, отвечал царь, рассуждаю, как сказал, одинаково с вами. Но так как до меня дошло, что есть сомнения относительно почитания икон, то мне подобает это не замалчивать, но стараться узнать истину. Какая же причина тому, что вы не хотите беседовать с противниками вашими? Очевидно та, что вы невежды и не имеете тех свидетельств из Божественного Писания, которыми могли бы защищать ваше мудрование. Тогда в Святой Сеофилакте Пископ Некомедийский сказал, «Христос, икону которого ты имеешь сейчас перед глазами, свидетель, что мы имеем бесчисленные доказательства нашей православной веры, утверждающие благочестивое почитание святых икон, но никто не слушает нас, и трудно нам иметь какой-либо успех в борьбе с державной рукою, силой налагающей на нас запрещения». Потом к царю обратился Святой Петр, епископ Никейский, «Как приглашаешь ты нас иметь премию с теми, кому помогаешь и с которыми вместе сам нападаешь на нас? Или неизвестно тебе, что если бы даже манифеев ты ввел сюда и захотел бы им помогать, то и они под твоей защитой легко одержали бы над нами верх?» Еще более смелую речь произнес Святой Ефимий, епископ Сардийский, «Слушай, царь, уже более 800 лет, как Христос Господь наш, сошедший на землю, всюду в церквах изображается иконописанием и почитается в своем образе. Кто же настолько горделив, что дерзнет изменить или отменить предание, столько лет хранимое в церквах, и через святых апостолов, мучеников и боговдохновенных отцов, дошедшие до нашего времени?» Апостол говорит, «Поэтому, братья, стойте и держите предание, которому научились, или словом, или где, посланием нашим. Еще, если ангел с неба будет благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Поэтому и был собран в благочестивое царство не Ирины и Константина Вселенский собор против первых неретиков иконоборцев. И сам Сын Божий перстом своим отметил тот собор. Кто дерзнет что-либо из постановления того собора нарушить или уничтожить, да будет проклят? Хотя слова эти возбудили в царе страшный гнев, однако он слушал терпеливо, лицемерно притворяясь кротким. Дерзнул безбоязненно, говорите, святой Феодор, ревностный церковный учитель, игумен студенческого монастыря. Царь, не разрушай устроенного ко благу чина церковного. Говорит святой апостол Павел, Бог дал церкви, поставил одних апостолами, иных пророками, иных же евангелистами, благовестниками, иных же пастырями, учителями к совершению святых. Царей же не прибавил сюда апостол. Ибе царь поручено править мирскими делами, государством и воинскими силами. О них и заботьте. А церковное управление по учению апостольскому, а ставь пастырем, учителям. Если же не сделаешь так, то знай, что если бы даже ангел с неба принес учение, противное нашей правой вере, то мы не послушаем его, а тем более тебя, бренного человека. Тогда царь ведьма разгневался и, сочтя слова святых отцов за хулу и оскорбление себе, обнаружил внутреннюю ярость, которую доселе скрывал под притворной кротостью. С бесчестьем и оскорблениями, удалив из палаты всех весь священный собор, он несправедливо сверх затем с престола праведного пастыря, святейшего патриарха Никифора, также поступил и с прочими православными архиереями и всех разослал в заточение в различные страны и места, равные преподобного Феодора Студита. На патриаршей цареградский престол возвел он одного из советников своих, мирянина Феодота, прозванием Кассетера, веры и еретика, человека греховной жизни, который как бы для исцеления недуга своего, он говорил, что болен желудком, а на самом деле ради греха держал у себя некую рабыню, занимавшуюся врачебным искусством. Также и на других престолах царь посадил по изгнанию православных своих зловерных лжеепископов и выбросил святые иконы из святых церквей. И началось вновь на православных такое же гонение за почитание икон, какое было раньше при Льве и Саврянине и сыне его Капрониме. Царь-геретик, лев-арменин и единомысленный ему уже патриарх-феодот созвали в Царьграде свое беззаконное сборище и сами, находясь под клятвой, прокляли православных, божественных и благословенных святых отцов, не согласных же с этим неправедным сборищем, предавали разным мукам и смерти. Когда еретическое сборище окончилось, царь призвал к себе игуменов из главнейших монастырей и в счастье их божественного отца нашего Никиту, о котором мы повествуем. Сначала льстивыми речами он склонял их к своему зловерию, а потом, видя, что они не покоряются его воле, заключил их в различные темницы, каждого отдельно, и думал, как дальше с ними поступить. И находился преподобный Никита много дней в смрадной темнице. Уже самое это смрадное темничное заключение было для святого немалым мучением. Кроме того, каждый день приходили к нему разные люди, бессильные и бесстыдные, нравом и словом, недостойно даже имени человеческого. Хульными и срамными словами они дыхатели и укоряли святого старца и причиняли ему ловить и обуви. Это украшивали просто веритиками. И у них самым злым бывать им по имени Николай. Он особенно печалил преподобного, оскорбляя его безумными и сквернословными речами. Пока ему не явился во сне, давно умерший отец его, сказав, оставь раба Божия. С того времени Николай перестал суисловить. И не только сам не докучал святому, но и другим не дозволял докучать. Много дней провел преподобный в темничных страданиях. Потом царь повелел отвезти его на заточение в страну восточную, в город Масалеон. Была лютая зима, и много обед перенес царец в своих худых одеждах от мороза, снега и ветра. Притом и приставник, ведший его в изгнание, оказался жестоким, лишенным всякого сострадания человеком. Он изнурял старшего во время путешествия, заставляя его спешить, чтобы в короткий срок пройти очень долгий путь. Так же поступил царь с прочими честными игуменами, каждого отдельно послав в изгнание. Потом размыслив себе, что держав заточение тех, кто выше всякой скорби, он не только не достигнет успеха, но даже побудит их еще с большим усердием держать со своего учения. Царь, непостоянный умом, переменил свое намерение. Едва пять дней прожил преподобный Никита в Масалеоне изгнанником, как царь повелел его, а также и прочих игуменов, немедленно возвратить в Византию. Обратный путь был совершен еще скорее первоначального, так что святые от быстрого путешествия и от великой стужи едва остался жив. Когда все игумены были приведены в Византию, царь повелел оставить их под присмотром, пока не решит, каким образом привлечь их к единомыслию с собой. Прошла зима, святая Великая Четыридесятница и пресветный праздник Святой Пасхи. Когда царь отдал узников, вышел упомянутому Иоанну грамматику, точно дьявольскими устами учившему красноречию, чтобы он мучил их, как хочет. Затворив в различных темницах каждого отдельно, он мучил их не меньше, чем язычники святых. Темницы были тесны, мрачны, смрадны и причиняли тяжкие страдания заключенным, не имевшим никаких удобств, даже постелей. Через малое оконце подавали им, как псам, нечистый и гнилой хлеб. Лишь по восьми золотников на день, чтобы только не умерли они от голода и мутную, зловонную воду. Содержав отцов такое нужде, мучитель Иоанн думал, победить их или принудить к согласию с собой, или уморить. Еще к большей печали преподобного Никиты, злобный Иоанн захватил его бывшего ученика, только что достигшего юных лет, именем феоктиста. Он также заключил ее в тяжкой темнице, мучил, голодом и жаждаю. Иеретики верили, что отцы готовы скорее умереть, чем отступить от своего правоверия. Измыслили против них такую хитрость. Они сказали, «Ничего иного мы от вас не требуем, кроме того, чтобы вы приобщились только один раз в церкви с патриархом Феодотом Святых Таин. Более ничего делать не будете и пойдете свободно каждый свой монастырь своей верой и мудрованием». Сдвезенные в заблуждение этим лукавством еретиков, отцы до некоторой степени склонились на их желание. Потом, убедившись в обмане, они вполне раскаялись и возвратились на благой путь. После того, как каждого из них выпустили из особого темничного затвора и заключения, они пришли к преподобному отцу Никите и начали убеждать и молить его, чтобы он согласился вступить в общение с Феодотом и вышел из темницы. Святой Никита не соглашался оставить темничное заключение, переносимое им для Христа, и отнюдь не желал исполнять просьбу отцов. Но отцы настояли, говоря, «Невозможно нам выйти отсюда, а тебя оставить здесь. Небольшого дела от нас требует. Только причаститься вместе с Феодотом. Вера наша в нас останется. По рассуждениям, в настоящих тяжелых обстоятельствах лучше разрешить себе мало, чем погубить все». Так они долго и докучливо настаивали и принуждали Никиту. Преподобный, не из желания избежать страданий и не из боязни мук, но по прилежным мольбам отцов и посчитая седины их, склонился помимо воли своей к их увещаниям и вышел. Ему предстояли жизни и смерть. И хотя он охотнее избрал бы смерть за православие, чем жизнь, однако не ослушался в то время честной дружины. Правая вера и добродетельная жизнь, которые были ему известны. Все вместе пошли к лже-патриарху. Тот, чтобы удобнее уловить их к общению с собой, повел их в некое молительное место, нарочно украшенное иконами, чтобы отцы при виде святых икон заключили о правоверии патриарха. Там Феодос служил в литургию. Они приняли причащение из рук его и слышали из уст его такие слова «Кто не почитает иконы Христовы, а нахима да будет». Патриарх сказал так не потому, что сам почитал икону Спасителя, но и в лицемерии перед отцами, чтобы они не сомневались и иметь с ними общение. Потом, когда все разошлись по своим монастырям, преподобный Никита начал сердечно скорбеть, что имел общение с лже-патриархом Феодотом, лицемерным обманщиком. Малое уклонение от правого пути святой вменял себе во всецелое заблуждение. Он задумал удалить себя в иную страну и там каяться в своем прегрешении. С тем на корабль он поплыл к острову, называемого Проконнис. А потом он рассудил себе. Где было прегрешение, там должно быть и покаяние. И вернулся в Византию. Открыто ходя по городу, преподобный Никита без боязни научил людей держаться правых догматов, установленных святыми отцами Седьмого Вселенского Собора. Царь узнал об этом, призвал святого к себе и спросил. Затем ты не ушел в свой монастырь, как прочие игумены? Почему ты один остался самовольно, не повинуясь, как я слышу, нашему повелению? Или власть наша ты изменяешь и ничто? Исполни повеление наше, иди в свой монастырь, если не пойдешь, я велю мучить тебя. Святой кротко отвечал. Царь, в монастырь мой я не пойду, веры моей не оставлю. Держусь и буду держать моего исповедания. Его держатся отцы мои, святые православные епископы, и без вины терпят от тебя изгнание, узы и многие беды, защищая православную церковь, в которой мы пребываем и утешаемся надеждой славы Божией. Знай же достоверно обо мне, что ни из боязни смерти и ни из любви к временной жизни я сделал то, чего не следовало делать, но ради послушания повиновался старцам и против желания. Лишь исполняя их волю, вошел в общение с лжепатриархом Феодотом, о чем ныне жалею и в чем раскаиваюсь. Будь вполне уверен, что отныне нет у меня никакого общения с вами. Держусь в предании святых отцов, которые принял сначала. Делай со мной, что хочешь, и не надейся слышать от меня что-либо иное. Царь, видя твердость его убеждения, отдал его некоему Захаре, начальнику царских палат, называемых Мангана, чтобы тот держал его под стражей до решения. Захария был муж добрый и благочестивый. Он не только не причинял царцу никакого огорчения, но даже оказывал ему много почета. Потом царь послал преподобного Никиту в заточение на остров святой мученицы Гликерии. Этот небольшой остров назывался именем святой мученицы потому, что там лежали святые мощи ее, и были созданы во имя ее Великая Церковь и Монастырь, порученный еретичествующими властями некому евну Хуанфиму. Этот человек отнюдь не отличался добротой. Был волк, святататес, способный на зло, неприязненный, лукавый, гордый и немилосердный. Тамошние жители изолютости злой нрав называли его каяфой. Подобные люди назначались тогда для управления монастырями, чтобы при поддержке мирской власти все изменять по своему произволу. Анфим принял присланного к нему святого и, пользуясь властью, данной ему приславшими, усердно мучил его. Заключив угодника Божия в самую тесную темницу, он подвергал его беспрерывным мучениям, не позволяя ему даже выглянуть из темницы. Сам носил ключ от нее и скудную пищу приказал подавать ему через очень узкое отверстие. Вожди еретиков много обещали этому Анфиму, если он принудит преподобного Никиту к единомыслию с ними. И окаянный из-за этого особенно досаждал святому, надеясь принуждением, склонить его к еретическому умудрованию. Но преподобный переносил причиняемое ему за благочестие зло с любовью. Божий явил в нем чудесную благодать свою и показал, что этот муж праведный и святой и чудотворный помощник людям в бедах. Вышел упомянутый Захарий, когда он на народным делам был послан по народным делам царем в афракийские страны. Попался в руки варварам, которые отвели его в плен. Об этом узнал святой Михаил, епископ Сенатский. Также содержавшийся в темнице за православие, он послал сказать преподобному Никите, «Наш общий друг Захария связан и уведен в варварскую страну. Прошу тебя, умоли о нем Бога, ибо ты это можешь». Получив такую весть, святой глубоко опечалился и весь этот день не вкушал пищи. Вечером же взял свечу у служащего ему брата Филиппа, зажег и всю ночь стоял на молитве, умоляя о плененном Захарии, милосердного Бога, да освободит его из рук варварских. И было ему извещение от Бога, что вскоре Захария выйдет на свободу. Утром пришел Филипп, увидел, что отец светел лицом и радостным духом и сказал ему, «Отче, вчера я оставил тебя весьма печальным и скорбным, а теперь вижу радостным. Прошу тебя, поведай мне причину этого перехода твоего от печали к радости». Святой ответил, «Я радуюсь, что мы вскоре увидим здесь друга нашего Захарию». Так и было. Прошло немного дней, царь греческий заключил мир с варварами, и с обеих сторон начали размениваться пленниками. Посылая пленников на обмен, царь не имел в виду Захария, ибо уже узнал, что он держится догматом Седьмого Вселенского Собора, помогает православным. Поэтому он оставил его в руках варваров, да погибнет там. Когда варвары отпустили многие греческих пленников, Захарий же остался. Предводитель варваров сказал ему, «Хочешь ли идти на родину?» «И очень хотел бы», отвечал Захария, «Моцарю нашему не угодно было избавить меня от этого плена». Предводитель сказал, «Я тебя освобождаю, иди согласно своему желанию». Видя, что предводитель варваров так неожиданно милостив к нему, Захарий опознал, что сам Бог устрояет это по молитвам святых отцов, которым некогда он оказывал добро. Исполнившись смелости, он сказал предводителю, «Если угодно тебя отпустить мне на свободу, то даруй мне и другого пленника, единоименного мне и соотечественника, который вместе со мной был в вузах, предводитель сказал, «Возьми его и идите оба с миром на родину». Так был освобожден Захария, прибыв с другом своим на остров к преподобному отцу Никите. Он благодарил его за святые молитвы, ради которых Бог избавил их от варварского плена. Еще и другое преславное чудо сотворил этот святой отец. Своей усердной молитвой к Богу избавил от потопления и вывел на сушу невредимыми трех братьев, которые, плавая по морю в одной ладе, среди ночи были внезапно застегнуты волнением. Так, находясь сам в узах, пленником и бедствуя, он чудесно избавлял других от уз и бед. Преподобный страдал в темнице шесть лет. До самой погибели благопротивного царя Льва Армянина, когда последний был неожиданно убит своими воинами и вступил на престол Михаил из-за моря прозванием Травлей или Валвоз, стали выпускать святых отцов из уз и заточения на свободу. Тогда был освобожден и преподобный отец Никита, игумен Медикийского монастыря, без пролития крови мученик, мужественный исповедник православия, непобедимый воин Христов. Он не пошел в свой монастырь, а поселился в одном уединенном месте недалеко к северу от Византии, желая жить безмолвно. Там он после продолжительных страданий своих жил недолгое время, но многим оказал чудесные благодеяния силы и многоцелебной благодати. Перед конфиной своей, после всех перенесенных в изгнание многоболезненных страданий, заболел он уже в последний раз. Причастился о божественных таин в субботу, а в воскресенье на рассвете приставился ко Господу в третий день месяца апреля в 824 году. О святой конфине в тот час стало известно в столице и окрестностях. Вскоре из города отовсюду собралось множество народа обоего пола и обоего чина, духовного и мирского. Братья из Медикийского и прочих монастырей пришли, и два епископа, святой Феофил Ефесский и святой Иосиф Слоницкий. Опрятав по обычаю честное тело святого отца, они положили его в раку, отнесли на корабль и отвезли в Медикийский монастырь. Блаженный Павел, епископ Плусяцкий, со множеством иноков и мирян встретили тело на берегу, подняли на плечи и понесли в монастырь. На пути совершались дивные чудеса, недужные получали исцеление и одержимые избавлялись от духов лукавых. Одна женщина, долго страдавшая кровотечением, лишь коснулась святых мощей преподобного, тотчас получила исцеление. При соборном пении псалмов и подобающих песней положили преподобного по левой стороне паперти в гробнице прежде почившего святого отца Никифора, первого игумена в той обители. И после погребения также совершались многие чудеса и подавались исцеление приходящим с верой во славу Христа Бога нашего, во святых своих прославляемого. Ему же с Отцом и Святым Духом добудет от всех честь и слава и поклонение ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok